и снова всем привет значит это видео про морскую аквариумистику про застарелую систему то есть вопрос открыт никто толком не понимает что такое старая система это не та система которая там например три года или пять та система в которой есть признаки так сказать застаревания ну то есть это такое как понятие примерное то есть это неофициальная по этой наверное я так называю просто поэтому и застаревшая система вот на самом деле эта система морская которая заполнена избыточным количеством органики перегруженная система и собственно со всеми признаками и последствиями отрицательными последствиями для кораллов рыбе на самом деле все равно то есть на них никак не действует вот эти все так сказать процессы застаревания сейчас о них расскажу чуть дальше беспозвоночным тоже в принципе пофигу не считая тех которые относятся к иглокожим ну то есть например звезды вот они могут быть подвержены в неким воздействию воздействию неких веществ которые накапливаются в старой системе но и там какие-то ежи есть несколько видов которые так более или менее привередливые например вот эти клепастеры которые не колючие эти песчаные ежи вот ну и вот вот эта вся армия может страдать там из-за переизбыточной там скорости азотного цикла при падениях ph естественно и собственно разрушаться от этого ну короче если вы видите просто проблемы с условиями с изменениями основ в условиях морской системы при застаревании то тогда да это может влиять иметь последствия на вот этих вот беспозвоночных карбонатка например то есть слишком много карбонатки берется на азотный цикл соответственно снижается ph не из-за того что снизилась карбонатка в принципе из-за переизбыточного азотного цикла если кто не в курсе снижается ph то есть соответственно недостаточный ph может влиять пагубное особенно его колебания то есть если у вас в ночное время то есть нет буфера виде какого-то там слоя грунта из-за из-за этого нестабильность по ph и там его п скачет то есть вот такие последствия то из-за этого могут легко разрушаться вот эти вот все звери ну и дальше значит к делу приступим к рассказу так сказать ну в общем что такое застаревшая система признаки застаревшие системы вы едите по избыточному отложению детрита то есть до хрена детрита начинает откладываться его видно там в углах где-то он уже над лежит каким-то слоем значит начинает слепаться то есть микруха всякая жрет его уже то есть детрит начинает склеиваться или жить такими подушками которые не уменьшаются а наоборот нарастают то есть вы видите как эти подушки налипают налипает и больше 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 то есть как детрит клеится к детриту и там уже накапливается некий такой пласт биологии какой-то то есть и начинаются какие-то процессы вот в этих пластах детрита это если нет грунтов грунте происходит то же самое то есть слипается грунт надеюсь понятно да те у кого были такие признаки то есть понимает о чем я говорю то есть грунт слипается просто в одну такую как корку его копнешь там оттуда пузыри идут та же самая история с d3 там то есть он слипается его копаешь там перекапываешь и из-под него там выходит этот сероводород ли я не знаю какие-то газы еще там аммиак наверное тоже там чуть смотря что туда попадает и гниет соответственно если это белковая основа то есть корм какой-то там или какая-то дохлятина то будет еще и аммиак выделяться в этой всей теме то есть он не будет сразу улетучиваться а именно будет там оставаться чем дольше вот эти пузыри находятся воде тем больше они контактируют с этой водой ну и соответственно вода наполняется этим аммиаком и сероводородом вот так значит бывают такие моменты когда система не старая но в грунте идут уже какие-то процессы то есть не путайте то проблема просто с грунтом то есть нужно просто убрать грунт то есть перемыть его весь в морской воде потом засыпать аккуратно обратно меньшим слоем но и не допускать его забивание вот этим детритом чтобы он заполнялся детритом то есть причина не в самом детрите а именно в переизбытке каких-то питательных органических веществ в воде которые при своем переизбытке препятствуют усвоению бактериями вот этих питательных веществ и все если их слишком много то соответственно они не могут усваиваться и начинает развиваться очень такой мощный азотный цикл там и собственно какие-то процессы гниения параллельно еще начинают идти то есть просто при переизбытке кормления при переизбытке рыбы там я не знаю что еще там можно передозить например какие-то корма для кораллов но опять же это кормление вот то соответственно вы видите как например на каких-то решетках где-то вот где возможно цепляться начинает какая-то там появляется нечатка то есть вот ну вот она не и не именно та нечатка которая появляется при перри дисбалансе так сказать нитрата фосфата вот такая вот которая таким слоем как она непонятно какая-то такая как грязь нарастает налипает то есть это уже не не чистая нечатка она как это такого желтого цвета я не знаю что это за дребедень за такая ну то есть вы можете видеть там например в рифе где-то там вот такая вот именно налипающая грязь какая-то виде нечатых водорослей еще чего то то есть все камни начинают вот этой фигней покрываться то есть видно явно пол вот такие признаки перезагруженной системе то есть перегруженной системы органикой то есть питательными веществами то есть рыбы там где-то насрали и это все где-то там лежит этими слоями и на камнях это начинает уже прирастать и расти разрастаться то есть вот это при все признаки застаревания нас на кораллах это проявляется следующим образом на чувствительных акропорах например начинает вниз облазить то есть это вредно для юбок то есть перестает идти кальцификация нормальная то есть рост скелетов прекращается практически у них ну не у всех видов опять же там какие-то валиды у вас прекрасно могут расти уже лпс он даже станет плохо эти гады будут расти им будет нормально они просто будут такие таком мрачно такого темного цвета вот какие-то например там розовенькие милипоры могут стать зелеными просто то есть и потерять свою вот эту чешую то есть чешуя сглаживается они становятся такие вот то есть перенасыщение питательными веществами то есть они не погибают они еще и даже растут но они уже не похожи например там на милипоры я видел такие мне приносили я чу за коралка это раньше был розовым стал зеленым через месяц он опять у меня начал расти и примут верхушка начала розовая становиться то есть розоветь стала и потом уже и ствол начала крашиваться то есть и потом уже пану вновь выросшим веткам я понял что это милипора было так сначала вообще не было похоже на мили то есть что-то такое вроде есть какие-то чешуйки но я такие гладкие там еще завить такой странный что-то напоминало непонятно что вот то есть зоосы не любят это дело тоже потому что в за антусах в колониях начинает налипать вот это вот органическая хрень и вот это в виде как такой как губка не ну и но это не путайте опять же это я сказал губка нет это не те губки которые губки это вот какая-то такая масса грязи какой-то слипающийся и она постоянно нарастает то есть при уменьшении количества органики вот это слипшийся детрит он начинает тоньше 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 становиться и исчезает здесь же нет здесь признак того что это налипает то есть внутри конечно есть потребление то есть эта фигня становится тоньше но смысле слипается и бактерии какие-то там микроорганизмы это все съедают но переизбыток этого органики в таком количестве что эта хрень еще начинает расти то есть мало потому что она по она потребляется и она все равно еще приумножается так что идет становится больше то есть вы видите просто вот этот пласт говна начинает нарастать разрастаться где-то там на сетках вот я же говорю у меня хорошо было на сетках видно я собственно почему видос записал потому что был вот ближайший пример когда я вижу явно ну то есть меня просто здесь штатах много рыбы заказывает блин и думаю куда их нагружаешь где-то там в течение от выходных до выходных 1 отсиделась рыба отправил 2 отсиделась в общем ну если одна вторая партия получается там около 40 рыбек блин может сидеть там чуть ли не до 50 за где-то за неделю то есть вот так вот туда-сюда меняется это всего лишь на объеме там до 1000 литров то есть представьте блин там 50 рыбек таких прям ну и это нормальные такие у меня там эти ангелы сидят это ватанабей это ватанаби это короче такие ангелы с хвостами не обычные которые жрать кораллы могут а короче хер знает видели наверное на моих видосах вот они жрут блин потом вот эти утконосы такие с носами плоскими вот эти жрут тоже как кони то есть я взял думал хорошо будут это органику давать нормально чтоб не это не дозировать нитрат с фосфатом хрен там блин и в итоге еще под нагружаешь что-то какие-то губаны попадаются прикольные приходится забирать очень жесткий перегруз я смотрю блин все уже на некоторых тенуэсах прям уже не соголился такой ну смысле не оголился слезла юбка прям белая стадума нихера чё за нахрен только глянул сетки подняла там блин под решетками под этими прям слой от этой хрени вот я же знаю что это такое ну то есть так вроде незаметно когда поднял там больным уже началось думаю вот то есть застаревание и ты соответственно поднимаешь это все вычищаешь продул там все прочистил помыл эти сетки положил все зашибись где-то две недели потом смотришь опять начинает накапливаться блин там это что такое пришлось прям вот конкретно сократить количество той рыбы которая у меня была я просто их отнес там на зебросом эти скопос я их отдал нафиг на ферму просто там но ними скидон там на другую рыбу сделали которая она мне нужна вот там буквально там рыб 6 я отдал они тому такие уже гоблины по выросли загнул наверно как настоящий рыбак в два раза больше показал у зебры были такие до десяти сантиметров это уже причем сколько их было там 3 еще там короче какие-то хирурги какие-то слава богу их там рассказы ручьи заказали их продал то есть я так убрал и рыб 6 крупных прямо сейчас вот буквально где-то ну может рыбок 20 у меня в аквариуме сидит сократилась вот это выделение всего и сразу раз и решетки сразу чистые стали то есть даже не чистил думал блин надо вот вот думаю опять надо доставать цвета болото вычищать на ту окружу такие чуть-чуть потемнели такие ну какие-то такие мрачные цвета то есть я вижу все признаки вот этой фигни на вот а тут раз и все уходить начал вот сократил количество рыбы просто вот то есть когда переизбыточное количество корма то же самое поэтому следите за вот этими признаками как только у вас начинает какая-то хрень вот это на камнях появляться в виде какого-то такого мха как грязи такой налипающий вот это как раз признак перегруза органикой то есть это вот называется старая система если особенно если у вас есть грунт то есть все это служит в грунте то есть это быстрее еще наполняется поэтому есть например у меня вот такие некие противоречия то есть я например записываю видос говорю что грунт это офигенно другое видос я записываю говорю что грунт это плохо убери его нафиг потому что почему потому что вы не умеете пользоваться грунтом как инструментом не все естественно кто-то уже надеюсь понял смотря мои видосы как это надо делать то есть это офигенный механизм а именно буфера буфер карбонатной жесткости но опять же я еще раз повторюсь вот в предыдущем видосе записывал про этот буфер карбонатной жесткости смысле не сами конкретное видео там я об этом прям четко рассказывал как это все устроено так вот карбонатка из грунта берется на процессы азотного цикла которые происходят в грунте понимаете то есть тогда не тянет карбонатку из воды и нет вот этих колебаний вечерних ночных то есть более стабильный становится ph не то про что там рассказывают именитые американские специалисты вот там процесс азотный цикл там то все ты должен насыпать карбонаток крошки коралловой типа тогда у тебя будет там типа стабильности и собственно люди которые это рассказывают не догнув естественно тот кто это понял по-настоящему так как это знаю я он понимает что это блин грунт начинает стабилизировать этот процесс и происходит стабилизации именно в грунте вот этого азотного цикла и соответственно если у вас грунт заполняется вот этим говном всяким то естественно азотный цикл уже не может брать вот этот карбонат из-за этой крошки потому что она слипается настолько что там все монолитом просто и там только капнул оттуда просто яды всякие выходят уже никакой ну короче никакого смысла и пользы в этом так сказать слое грунта уже нет то есть это никакой не буфер это уже просто болото которое выделяет тебе еще всякие яды вредные в аквариум поэтому я же говорю тут главное не перестараться то есть он нужен он приносит много пользы он больше так стабильно сделает какую-то ну вот например в моей системах сколько вы можете видеть видосы там я никогда не насыпаю грунт он нахрен не нужен у меня есть в сампе там такой тоненький слой песка просто достался на халяву и туда насыпал думаю да пофигу вообще но там опять же такой проток идет что там песок этот просто чистый если его копают даже из него там почти муть не идет там чуть-чуть легкая какая-то то есть там не детрит не откладывается ничего то есть все это быстро в мешке выносится то есть мощный азотный цикл мощное течение и соответственно все нигде не слеживается вообще нигде только вот именно вот эта растворенная органика начинает в виде вот этих вот отложений каких-то странных вот этих наростов грязи ну так как грязь растет на решетке начинает расти грязь то есть это не прилипший дитрит еще раз говорю то есть понятное дело что да есть там дитрит конкретно смотришь там говно рыбья еще чего-то по углам там она где-то слипается это не то совсем то есть эта хрень может нарастать просто на камнях вот у вас нормальное течение и вы видите что на камнях начинает нарастать грязище какая-то вот это вот я об этом говорю вот это признаки того что вы допустили вот так сказать застаревание этой всей вашей морской системы перенаполнение и органикой то есть вам срочно нужно сократить количество рыбы сократить кормление то есть все вот эти признаки у вас там ну и соответственно вычистить все это говно механически потому что может быть долго придется ждать пока система сама и все это сожрет особенно если у вас ну например блин не хотите вы избавляться от тех там любимых рыб то вы должны просто пилис форма и по переформировать свой рифтом почистить так сказать устроить там такую кардинальную уборку чтоб у вас там все чисто стало опять там очистить щеткой камни перес перестроить все сделать так чтобы она все выветривалась и проветривалась и соответственно хотя бы сократить кормление этой рыбы то есть чтобы меньше корма было особенно такого который там какие-то гранулы может быть то что растворяется это просто это вы своими руками туда насыпаете это не является там системой вернее частью питания этой биосистемой то есть там ну как необходимость это просто лишнее то что вы нахреначили туда по глупости или автокормушка фигачит больше чем надо или просто течение там настроена так что это просто все слетает куда-то в сторону рыбы не успевает это съесть ну то есть кпд от этого корма никакое и вернее от кормления такого никакой рыбы почти ничего не съели или корм такой что они его не любят или там какие-то еще проблемы с ним в общем такая история ну вот поэтому четко следите за тем чтобы система не становилась старая то есть не переполнялась вот этой всей органикой хрень эту любят хорошо планарий то есть если вы смотрите у вас начинает там засилие вот этих планарий такие как пятаки такие фотосинтетики или вот эти бегающие по грунту по стеклам они там иногда носятся такие шустренькие с таким раздвоенным хвостом то соответственно у вас уже начались признаки вот этой фигни то есть естественно если вы не занесли планарий то есть у вас их нет в системе то они и не размножаются потому что некому размножаться как только у вас видно ну то есть есть чуть-чуть планарий но это обычно во всех аквариумах есть немного планарий вы смотрите да там что-то как-то вот они начали размножаться слишком быстро то есть вы смотрите их прям объем начинает увеличиваться очень быстро то это вот все признаки того что вы еще не видите а им уже хорошо то есть они уже начинает размножаться значит соответственно вы уже конкретно перекармливаете там может быть там высокий фосфат при этом потом высоченный нитрат начал расти то есть именно такой бешеный азотный цикл который выдает там по итогу кучу нитрата который блин не утилизируется никуда не девается то есть это один из еще один из признаков вот того чем я все время говорю это нарушение одного из процессов то есть динитрификации то есть у вас азотный цикл идет то есть нитрат накапливается он очень мощный нитрат накапливается очень быстро а динитрификация то есть потребление этого нитрифика нитрата на для питания там какой-то биологии или там организмов морских ну то есть в том числе кораллов практически нету по сравнению с тем что короче на появляет продуцируется нитрат быстрее намного чем потребляется этот же азот я имею ввиду нитрат виде азота вот такая херня то есть следите за этим всем и собственно не перегружайте систему заранее надо смотреть как только у вас вот эти признаки появляются сразу прекращайте там кормить устраивайте какую-то уборку либо разгружайте рыбу ну или еще может быть из-за из-за того что у вас мало потребителей ну то есть может быть надо начать дозировать бактерии ну то есть увеличить процесс динитрификации за счет именно развития биологии биофильтра то есть биофильтра тоже первую очередь потребление то есть потребляльщик такой вот и вы дозируете бактерии ну смысле углерод все думают до сих пор многие еще что нет бактерии дозируют ну да ладно то есть дозируете углерод тем самым провоцируете развитие бактерий которые потребляют всю эту излишнюю органику то есть чтобы например не сокращать там поголовья рыбы попробуйте начать дозировать какой-то углерод то есть и вот это вот бактериальная вся предбактериальная вспышечка она будет быстро потреблять этот детрит есть там какие-то например виды углеродов я не особо там разбираюсь них она нафиг не надо например одну херню там написали на пузырьке что это типа для запуска системы другая херня там для того чтобы еще чего-то а третье там есть ну например как вот в этом помогу в это как он биогро да по-моему биогро где вот эти три пузырька одна там какая-то здесь жидкость такая зеленоватая другая синеватая третья еще там какая-то я уже не помню это разбирали это просто все разные типы углерода в одном там салициловый спирт как минимум примешан там в других там еще чего-то то есть вот такие как коктейли из углеродов углеродов разных ну и соответственно разные типы углерода кормит немного разные там типа эти типы бактерий ну вот есть в общем-то микроорганизмы развивая которые то есть давая им толчок питания вы стимулируете те микроорганизмы бактерии там мосты они называются которые будут потреблять детрит то есть конкретно то есть вы просто там даже на пузыре написано типа для сокращения типа количество детрита в грунте там на дне там и где угодно то есть понятно да то есть эти хреновины начали размножаться питаясь вот этой фигней то есть эта фигня дает им такой бодрый стимул для размножения и они начинают жрать именно детрит то есть вот такая история поэтому постоянно дозируя какой-то легкий углерод вы в принципе не допускаете деградацию вот этого бактериального населения которое будет жрать детрит в том числе то есть и вообще на самом деле эти микроорганизмы которые жрут детрит они всегда есть воде то есть они никуда никогда не пропадают вы просто их чуть-чуть подкормили вот это и так сказать бактериями этими вот пузырьках разноцветных и собственно они размножились сожрали весь детрит в грунте то есть очистили все это дело вот то есть они никуда не деваться потом вы перестаете кормить их просто количество снижается вы смотрите опять начинает детрит увеличивать свою массу где-то там какие-то залежи появляются опять дозируете фигню эту и снова происходит то же самое то есть это получается такое точечное воздействие на конкретную проблему вернее не на проблему на конкретное следствие для того чтобы не было этих следствий нужно воздействовать на конкретно проблему то есть вы постоянно дозируете углерод тем самым поддерживая некий уровень бактерий которые сожрут всю эту органику не давая ей перейти вот в это вот отложение то есть понимаете да то есть вы нарушаете вот эту вот так сказать конечную цепочку чтобы это туда не дошло и не пришлось с ним там бороться то есть вот это игры с грязью с это его просто ее как так сказать предупреждаете эту проблему и бактерии размножаясь сжирают всю эту дребедень и она просто не откладывается у вас в виде вот этих налипаний отложений всего остального то есть жрется до того как понятно да то есть бактерии это сожрали сдохли их вынесло пеником даже из живые бактерии они же получается как белковая форма их пеник выбивает в принципе живых бактерий если они уже являются частью бактериальной вспышки то есть уже вот этот мутняк воды то есть они буквально там сутки и там в течение суток те которые там наплодились я так предполагаю обычно так то есть они не сразу если у вас бактериальная вспышка есть то пеник пенит нормально а потом на следующий день когда это уже вся публика сдохла их тогда уже выбивает пеником где-то следующий день то есть они там сдохли видимо от старости или я не знаю или от голода их выносит пеником но такая фигня то есть вы должны четко поддерживать вот этот уровень постоянно то есть постоянно азотный цикл и генетрификация тогда ваша система никогда не застареет даже ей там будет десяток лет то есть я к чему весь этот базар в принципе начал к тому что с чего я начал с того что может быть через два года уже старая система то есть перегруженная всякой дрянью первые признаки застаревания опять же это вдруг у вас там все было четко и потом вдруг начал снижаться ph понятно да то есть ph снижается значит слишком мощный азотный цикл развивается то есть при тех же вводных то есть у вас не пенник не забился все то же самое было все четко никаких признаков там карбонатка у вас не падала но вдруг снижается ph вот то есть это вот один из признаков того что у вас система начинает чуть-чуть застаревать иногда иногда когда все это происходит уже в грунте то есть вы видите все явные признаки старой системы то есть просто там жесть уже явно видно но при этом ph вообще нормальный то есть это кто-то может сказать ну вот смотрите по у меня там старющее там говно блин отовсюду торчит и ph нормальный да потому что это не идет у тебя в воде вот когда это начинает идти в воде вот тогда это все влияет на ph если это в грунте то нет но ты можешь легко проверить возьми перекопай вот этот свой грунт и посмотришь что будет твоим ph то есть у тебя сразу обсыпет рыбу скорее всего там с вероятностью 90 процентов во обсыпает их там потом значит ph рухнет у в п рухнет скорее всего то есть или чего-нибудь одну ph или овп что-то вот явно даст просадку если ph с овп полетит вниз то жесть сей рыбе я думаю будет очень плохо ну и соответственно даже может и кораллом там поплохе каким-то таким которые чувствительны к этому делу вот то есть поддерживайте нормальный весь этот баланс постоянно не допуская увеличению вот этих процессов не допуская накопления то есть сразу заранее не ждите пока это произойдет на же как мы идем ли за проблемой то есть проблема появляется ага мы начинаем что-то делать убрали опять ждем опять проблема появилась опять убрали ждем нет надо постоянно это делать то есть надо постоянно понять что у вас два процесса то есть не дать застареть системе то есть соответственно вы должны ее все время оживлять то есть подкармливать тех бактерий которые будут утилизировать все это дело или не перегружать систему то есть выбрать четкий баланс по количеству рыбы соответственно точно также выбрать четкий баланс по количеству кораллов то есть потребителей конкретных кто будет еще там жрать у некоторых он губок полный сам зарастает весь сам губками думает офигеть блин при том что осмос может там хреначить десяточку уже и да нет говорит у меня все четко правильно у тебя губки жирают весь силикат поэтому у тебя нету там никаких диатомовых водорослей естественно еще странное явление замечал это я не знаю как это как это обосновать ну короче если много губок в аквариуме то айбтазии как правило не живут то есть у меня была как-то вот одна система в одной шахте было полно губок а в другой было полно айбтазии это еще давно я специально не убирал нахрен какая разница течением загоняет туда в сампе они почему-то не появлялись потому что там темно вот не было их сампе вообще не переселялись из шахты в самп но это еще давненько было на лет 7 назад вот одна система в одной шахте прям верхняя то есть один аквариум там было губок много-много до этого в обоих шахтах было были айбтазии то есть айбтазии думали чистить их да ну нахрен там не пролезешь еще аквариум был такая шахта маленькая руками не влезешь как их думал выкорябать оттуда думаю да ну и в баню хотя можно было конечно слить шахту залить туда пресной воды на несколько часов это еще и горячий ну думаю нахрен вот и в общем кто как только там появились губки сдохли все айбтазии то есть просто все айбтазии исчезли то есть губки каким-то образом то ли это на услуги из-за условий каких-то я не знаю чем это связано хотя опять же в одной системе это все было то есть верхний аквариум нижний аквариум две шахты все всталивалась в один сам соответственно не может там быть какая-то разница именно вот губки видимо как-то пагубно влияют или что-то они конкретно быстро там забей я не знаю чем это короче айбтазии не жили вообще в этой шахте хотя они раньше там были они просто исчезли куда-то и там начали размножаться губки эти кучами целых и колоний так вот о чем говорил что если у вас много губок то соответственно скорее всего ну губки питаются силикатом соответственно если у вас там осмос фонит силикатящим и у вас все в порядке при этом полно губок можете в принципе ожидать прирост губок не рост они приростом дина или диатомовых водорослей ну вот что губки это все потребляют хорошо ну и соответственно они потребляют еще много органики разные то есть какие-то питательных веществ еще и являются таким хорошим биофильтром как-то рассказывал историю про свой там старый сам в одном из видос его же не помню каком-то видосе когда поднимал камни и они прям слипшиеся были за счет вот этой хрени то есть там на губках висели они прямо склеившиеся грозди один камень поднимаешь за ним там еще четыре висит но это те которые просто не отпали я же не мог за один камень вытащить все камни и сам потом около 50 килограмм ну то есть вот прилипало то что прилипало просто реально там хренаси чё это такое там такая биоструктура на росла что вообще блин через сам вода проходит и все это отфильтровывается потребляется о чем я говорю сжирается вот этой какой-то биоструктурой био какой-то вот этой фильтрующей общей системой слившиеся вот этим всем биофильтром то есть понимаете да не просто камни а именно еще вот нарушие там какие-то оболочники там какой хрень мшанки там были что там было не было вот это все потребители пока у вас этого нет соответственно вы должны понимать что это еще никто не жрет вот когда у вас это все разрастется в аквариуме ну в смысле в диск в этом в самке в биофильтрующей вот этом отсеке вот тогда да там можно забивать один поэтому горит да я там кормлю сыплю чего угодно у меня горит все в порядке типа значит и вам так можно нет им так нельзя делать потому что у них такого вот в сампе не выросло еще то есть это время процесс то есть вот этот так сказать разрастание кто-то говорит созрел нет такого понятия в принципе созрел созревают вот эти камни которые там внутрь себя там оживают так сказать и являются я уже рассказывал об этом общем таким биофильтром то есть камень у него там два слоя аэробный и анаэробный внутренний вот когда он уже дана анаэробный там сформировался в этом сухом камне то есть тогда уже можно сказать что этот камень дозрел так сказать вот либо и потом уже если у вас бой живых камней то вот это вот система структура общая срастается она все действует как одно целое и тогда тоже у вас там процессы будут идти совсем по другому ну то есть они будут идти быстрее естественно и вся вот эта херня которую вы туда грузить она просто будет сходить вам с рук так сказать потому что вот это вот вся система был жрать все то что вы туда насыпали лишнее то есть сено столько не надо этим рыбам столько не нужно коралам столько не нужно сколько мы-то заливая учетам поливаем какие то кормом для кораллов думаю а нормально да у меня там все кораллы съедают до хрен там кораллы столько не съедаются это пенек был ваш выбивал они гнило по-аквар erkennen никуда никто не съел это именно биофильтр если вот опять же в эту систему всего построить правильно если нормальный там грунт еще раз возвращаемся к теме грунта если вы собрались положить вот этот слой грунта вы должны постоянно следить за тем чтобы он аэрировался то есть его надо постоянно перекапывать нельзя допускать анаэробный слой в грунте то есть бескислородный там где нет кислорода то есть его закупорила грязью забила вверх и внизу получается анаэробный слой вот этот гниющий это очень опасно если камень ты вытащил крути не крути из него ничего не выходит то грунт как только ты например у тебя в грунте там воткнут и лежал камень до самого стекла потом ты его достал тут и по факту оголил эту анаэробную часть и оттуда начали выходить яды понимаете о чем речь то есть вы даже когда раскалываете камень нормальный биофильтрующий и вонища изнутри сероводородом вот это есть анаэробный слой фильтрующий то есть биофильтрующий и та же хрень в песке так вот это вот оголять ни в коем случае нельзя то есть это должно идти внутри вот как например в море там где-то на глубине одни процессы там не живут никакие кораллы они живут ближе к поверхности где нет этих газов а внизу там блин сероводородные ямы какие-то там там я не знаю там с глубиной там в два метра детрита там к примеру там есть какие-то впадины там еще чего-то такая история ну думаю в принципе все понятно то есть первое это не перегружайте рыбой пока у вас не перене загрузится так не разовьется весь этот биофильтр потом конечно да уже можно но вот следите чтобы именно система не застаревала то есть еще раз к чему я все это вел я понимаю что где-то может сумбурно рассказал там хрен знает как это можно объяснить по полочкам там какие-то планы там выстроить рассказами это нафиг не интересно короче так рассказывать не интересно вы должны понять что система может быть старая при периоде там например три года и может быть отличная вообще никакая не старая там через 15 лет у многих застаревание системы происходит там через пять лет то есть там после пяти лет все уже таких блин говорит уже не знаю что с этой херней делать надо просто слить нафиг все передавать и сделать типа перезапуск нафиг говорит уже все типа дольше там пяти семи лет типа системы не живут у меня знакомые вон друзья мои у них там десять лет и похори ну и больше плеть ничего никогда ну понятно дело что там расширялись может быть то там конечно аквариумы побольше ставили но где-то около десяти лет нормально живут то есть и понятно да к чему разговор к тому что если у вас вдруг нет в планах то есть перри сливать перезагрузку так сказать делать вашей системы вы не должны допускать вот этого именно застаревание опять же вот этот термин странный хрен знает как это перегруз там или хрен знает как это назовите как-нибудь сами то есть вы должны постоянно следить чтобы это все было свеженькое делать своевременные подмены чистить постоянно следить за тем чтобы не было перегруза то есть как только вы чуть-чуть добавляете питание то есть немножко там на десять процентов там больше обычного или даже на 5 ваш биофильтр начинает приспосабливаться то есть нарастают какие-то губки какие-то оболочники какая-то херня там начинает нарастать в этом я имею ввиду вот в этом отсеке с биофильтрухой то ли это сепаракс у вас то любой живых камней какой-то вот что-то такая как биокерамика то есть там начинает нарастать еще некая хрень вот то есть если вы видите что вот это нарастает не грязище там скапливается при нормальном течении грязь там не собирается там именно накапливаться начинают вот эти вот биофильтрующие организмы то есть это раз развилась вы видите там снижение нитрата фосфата пошло значит вы можете кормить больше то есть понятно да но опять же нет смысла там это все разгонять до такой степени чтобы там вот так вот как у моей старой системы там накопилась а столько этой фигни я камни эти продавал думаю блин ни хера себе я туда не лазил несколько лет а там просто ну не несколько где-то раз в год я там что-то бывало перебирал как-то потом по-моему года два я не лазил и вот это вот нам такое развилось вообще разрослось что там блин думаю я думаю куда у меня нитрат с фосфатом девается постоянно досишь там клеешь чего-то туда все время корм это ты но на хрен все улетает в лед она вот жрется просто вот этой всей биоструктурой то есть я кормлю еще какие-то организмы то есть не кораллы а конкретно какие-то организмы эта система хорошо может быть для рыбника то есть у вас нет там как таких потребителей каких-то кораллов нет ничего нет вот тогда да то есть такая типа аля экспортная система для рыбного аквариума то есть вот эта биофильтруха будет просто уничтожать весь там избыточный нитрат но опять же блин зачем такие сложности когда можно сделать просто водорослевик например или поставить там реактор с биопелецами который будет все это дело потреблять через бактерии выбрасывать пеник ну то есть тоже такая история то есть есть намного проще способы чтобы от этого избавиться вот поэтому я же говорю кстати вот реактор с биопеллетами то же самое это еще один способ борьбы с застареванием системы потом значит флисовый фильтр в ту же самую историю то же самое поставьте флисовый фильтр на него налипает много органики очень много он ее просто вытаскивает из воды при прокручивании так сказать вот этого своего полотна и все то есть это не находится в воде не растворяется и не участвует в процессе вот этого биоразложения вы это просто выносится сразу то есть вот вот такая фигня то есть много способов есть именно убирать вот эти все симптомы и естественно будет у вас время для того чтобы заметить причину и собственно принять меры то есть перестать там перекармливать обычно это просто тупо банальный перекорм еще бывают такие же признаки из-за того что плохо просто механическая фильтрация сделана опять же вот в историю с флисовым фильтром то есть плохая механика вы мешки не моете там например хрен забиваете они в месяц у вас там висят конечно у вас будет это все в воде просто не мойте своевременно мешки или поставьте этот флисовый фильтр я не заморачивался с этой хренью меня просто мешки этому их раз в неделю ну смотрю если нитрат с фосфатом прям быстро уходит то там забиваю хрен думаю две недели могут мешки стоять то есть две с половиной нормально потом помою и и все нормуль вот то есть недостаточное какое-то течение внутри дисплея может быть то есть вам нужно все это вывести избыточные вот эти остатки там рыбьих фекалий и кусочков корма фильтрующие мешки помыть их соответственно или как минимум выгнать их в самп чтобы в сампе это все утилизировалось быстрее вашим там например биофильтром то есть сожралось как-то то есть соответственно нужно организовать правильное течение в дисплее чтобы это все поднималось переворачивалась и взмучивалась и вылетала ну вот то есть это все является частью этого механизма если у вас тонкие трубы переливные там например на сливе или тонкая труба на возвратной помпе соответственно создается недостаточное течение то есть круговорот через самп это тоже может вызывать просто симптомы старой системы старого аквариума именно в дисплее то есть у вас может сам и быть все в порядке были на в дисплее болото какое-то старое то есть видите что в дисплее что-то там накапливается явные все признаки что у вас там и кораллы какие-то темные блинов сам пиво все еще чисто смотришь камешки чистые все четко то есть в дисплее болотище а тут чистота то есть это явный признак того что у вас плохой круговорот воды через сам ты надо собственно переделывать систему вот ну и все в принципе рассказал всем пока